Выставка «Душу оставить себе» посвящена бывшей узнице ГУЛАГа, театроведу, писателю-мемуаристу, автору нашумевшей очень известной книги «Жизнь и сапожок не парный» Тамаре Владиславне Питкевич. Тамара Владиславовна, когда ей было 22 года, была арестована и приговорена к 7-летнему сроку по статье 58, часть 2, часть 10, 7 лет исправительно-трудовых лагерей и 3 года поражения в правах. После киргизских лагерей Тамара Владиславна оказалась в Северном железнодорожном исправительно-трудовом лагере НКВД, где досиживала уже оставшуюся часть срока. И как бы жутко это не звучало, но именно там произошел очень трудный ее духовный рост, рост ее характера, становление ее души и становление ее как личности. Возможно, это стало по той причине, что люди, которые ее окружали там, это оказались удивительно замечательные люди, и им тоже посвящена наша выставка. Вообще, именно этих людей Тамара Владиславна вообще считала, что она выжила в тех неимоверно жутких условиях именно потому, что Господь ее сохранил, чтобы она когда-то рассказала обо всех этих людях и сохранила все их фамилии для потомков. Потому что, конечно же, система ГУЛАГ, по большому счету, должна была стереть вообще всех этих людей и все упоминания о них, что и было сделано. Но вот благодаря книге «Жизнь Сапожок Непарный» фамилии таких известных для нас теперь, да, и замечательных представителей творческой интеллигенции и отечественной, и зарубежной, они остались, в общем-то, и мы их знаем. Это и Александр Осипович Горбронский, это и Тамара Георгиевна Целукидзе, это Мира Гальперн, это Алексей Ленкевич, это художник Борис Старчиков, это актер Николай Данилович Теслик и многие-многие другие. Если говорить о жанре нашей выставки, то это выставка воспоминания, выставка паломничества. Мы совершаем, проходя ее несколько путешествий. Первое путешествие, это путешествие по Северной железной дороге, по тем самым местам, в которых отбывала срок Тамара Владиславна Питкевич. Совершаем мы это путешествие, конечно, уже многие десятилетия спустя, что видно по цветным фотографиям 2016 года. Эти фотографии были сделаны журналисткой Татьяной Куцениной, которая была дружна с Тамарой Владиславной Питкевич, и которая в 2016 году в очередной раз проделала маршрут Тамары Владиславной Питкевич, и запечатлила места, которые были для Тамары Владиславной очень важны. Поехала она с путевым дневничком Питкевич. Этот путевой дневник датирован 1972 годом, он также представлен у нас на выставке. Тамара Владиславна в 1972 году первый раз, это была ее первая послелагерная поездка, она поехала по этим местам для того, чтобы навестить в княж-погосте могилу глубоко любимого ее человека. И когда она села в поезд, она начала в маленькую тетрадочку записывать свои мысли. Вот эти вот мысли спустя огромное количество лет, спустя достаточно продолжительный, наверное, анализ того, что происходило, как происходило, какое-то переосмысление. И вот в этой тетрадочке она записывала все свои мысли, все свои чувства, записывала все свои встречи, потому что там она встречала, в общем-то, достаточно знакомых людей или детей, людей, с которыми она когда-то была знакома. Так вот мы на нашей выставке взяли из этого дневника цитаты, такие значимые выдержки, и наложили их на карту маршрута, по которому следовал поезд, который вез в 1972 году Тамару Владиславну Питкевич и который в 2016 году вез этим же маршрутом Татьяну Куценину. Итак, первая станция, которая отмечена в дневнике Тамары Владиславны Питкевич, это Вельск. Внутренне я сосредоточена на ожидании въезда в прошлое. Оно должно начаться с названия станции Вельск. Оттуда начнется тысячкилометровая трасса, изъезженная в товарных зарешетчатых вагонах. Следующая важная станция, значимая для Тамары Владиславны Питкевич, это станция Светик. Вот что записала она в 1972 году. Светик, сюда привезли этап. Здесь после 25-суточного голодного этапа открыли дверь, и весь состав извергнул тысячи людей. Все бросились к канавам с цвеолой водой. Припали, пили. Здесь лесоповал. Нечеловеческий мороз. Здесь меня гноил Васильев за то, что толкнуло его об железный угол печи, противясь насилию. Дальше запись о том, что она чувствовала в Урдоме. Урдома, это было то самое светлое, наверное, место после Светика, когда она заболела цингой. Ее отправили в медчасть, которая находилась в Урдоме. И там в Урдоме ее спас врач Захаров. Он вылечил ее и, более того, оставил ее в Урдоме, не пустил ее на следующий этап в списке, вычеркнул ее из списков. Она осталась в Урдоме работать в этой самой медицинской части. Следующая станция болезненная, станция переживаний, станция, в общем-то, разрыва ее женского сердца. Это станция Межок. Тамара Владиславовна Питкевич родила в лагере сына. Это очень жуткая, очень трепетная для ее судьбы и вообще для ее отношений история. Я о ней подробно расскажу позже, а сейчас просто запись из ее дневника. Следующая остановка, еще более трагическая, это княж Погост. В княж Погосте она похоронила горячо любимого человека, с которым познакомилась в лагере. Так получилось, что судьба свела два этих молодых, жаждущих и любви, и страсти, и жизни, сердце. И именно это они обрели, опять же, как бы страшно это не звучало, обрели именно в лагере. Тамара освобождалась раньше, чем Николай Данилович Теслик. Она осталась, в общем-то, не уезжала никуда специально, чтобы дождаться, когда он освободится, но, к сожалению, Николай заболел, у него была саркома лимфоузлов, и, в общем-то, он скончался в тюрьме. Однако начальник тюрьмы, начальник лагеря, зная об их отношениях, он позволил, это, конечно, такой, можно сказать, сенсационный случай, он не единственный, безусловно, нет, но он действительно сенсационный, он позволил Тамаре забрать тело своего возлюбленного и похоронить его не в общей яме, а на кладбище княж Погоста. Именно туда, в 1972 году Тамара Владиславовна ехала для того, чтобы поставить железную ограду и железный крест. Что такое еще княж Погост? Это, конечно же, театрально-экстрадный коллектив, в котором оказалась Тамара Владиславовна Питкевич, это вот этот вот Костяк, о котором я уже говорила в самом начале, это режиссер этого самого театрально-экстрадного коллектива Александр Осипович Гавронский, это Тамара Целукидзе, это Марго Вент, это Хелла Фришер и многие-многие другие, с кем связала судьба, и это то творчество, которое спасало и этих людей, которых я перечислила, и которое спасло Тамару Владиславовну Питкевич. И последняя станция в череде вот этих вот наших остановок, это станция Микунь, с ней очень все просто, здесь для Тамары Владиславовны началась ее воля, после того, как она освободилась и вышла за территорию лагеря, это был тот город, где она начинала устраивать для себя новый послелагерный быт. И второй такой важный, наверное, может быть, он даже был бы первой по значимости, по важности, если бы мы стали так разделять эти маршруты, это маршрут уже непосредственно по жизни, по биографии Тамары Владиславовны Питкевич. Тамара Владиславовна родилась 29 марта 1920 года в Петрограде, как сама она впоследствии напишет, во времена, когда что-то в городе доламывалось, а что-то только начинало быть. Она с семьей жила на набережной реки Карповки, в доме номер 30. Ее отец Владислав Иосифович и мать Ефросинья Федоровна, мать не работала, занималась с детьми, в коих в семье, в общем-то, было три девочки. Отец работал, сначала он работал на заводе имени Козицкого, ну а потом, как сама вспоминала Тамара Владиславовна Питкевич, на разной ответственной партийной работе, в общем-то, куда направляли, туда отец и должен был ехать. В семье было еще две девочки. Валентина, средняя сестра, и маленькая сестра Рината. К сожалению, Рината и мама Тамары Владиславовны, они не пережили блокадную зиму, и обе умерли в 42-м году. Вале удалось выжить и пережить эту зиму, и она в числе прочих детей была эвакуирована вместе с детским домом, в общем-то, где воспитывалась, в углическом детском доме воспитывалась она. После окончания войны она уже вернулась обратно в Ленинград, где, в общем-то, где и жила, и где была найдена своей сестрой уже после того, как Тамара Владиславовна вышла из заключения. Отец Тамары был арестован в 1937 году. Опять же, как говорит сама Тамара, был арестован просто потому, что в 1937 году все старые партийцы вычищались и, в общем-то, по разного рода обвинениям уходили в застенки ГУЛАГа. В 1938 году он уже был расстрелян. Тамара Владиславовна об этом ничего не знала, и узнает она об этом очень-очень-очень много лет спустя. Однако на себе она сразу же почувствовала все перемены. Как только отца арестовали, она стала дочерью врага народа, ее, естественно, отсадили на последнюю парту в школе. Она к тому времени заканчивала 10-й класс и, в общем-то, всегда была дружна. Она была комсомолка, из комсомола ее фактически сразу исключили. Это было в классе, ей было очень обидно, что это были те самые ее друзья, с которыми она общалась, но они все фактически единогласно подняли руки, за исключение ее из комсомола, из-за того, что она просмотрела врага народа у себя в семье. И главное, из-за того, что она не отказалась от своего отца, а утверждала, что он ни в чем не виноват и что там обязательно во всем разберутся. И здесь мы видим фотографию, конечно же, юность есть юность. И фотография вот эта вот у нас, это окончание школы, это 38-й год, это май месяц, это все ее одноклассники, с которыми она училась, они все представлены на этой фотографии. И Тамара Владиславовна об этом написала. Очень интересно, то есть ей запомнилось из ее юности, вот интересный этот момент. Это я раньше думала, что не прощу леса рук, за мое исключение из комсомола после ареста папы. Но свойства юности внесли поправки в отношения с одноклассниками. Меня признавали одной из самых красивых девочек в школе, стремление к дружбе тоже нельзя было искоренить. И к выпускному я позабыла обиды. Нас всех ждала новая жизнь. Как она тогда думала, как она тогда надеялась, что новая жизнь, безусловно, ее будет ждать. Одна из таких непростых фотографий, это тоже ее друзья, они здесь все названы поименно. Одна из девушек тоже, как впоследствии было установлено, и как впоследствии узнала Тамара Владиславовна, одна из девушек впоследствии оказалась агентом НКВД. Вообще то, что круг вокруг Тамары сужается, она это чувствовала. Потому что чувствовала она и людей, которые стали приходить и задавать какие-то неудобные вопросы. Казалось ей, что чувствует она даже слежку. И было у нее такое внутреннее ощущение, что из большого города нужно уезжать. Она хотела поступать в Институт иностранных языков. А уже в 1937 году, когда она пыталась установить, где же находится ее отец, она познакомилась с Игорем Петровым. Вот он представлен на этой фотографии. Его отец тоже был арестован в 1937 году, был приговорен к 10 годам без права переписки. И в общем-то именно в справочном бюро управления НКВД, ленинградского представительства ОГПУ, они-то и познакомились. Он, как член семьи врага народа, был выслан во Фрунзе. Тамару не высылали, и Тамара, и ее семья, они по-прежнему оставались в Ленинграде. Игорь писал ей удивительные письма из Фрунзе. Сначала это были дружеские письма, письма поддержкой, но как-то со временем это все переросло в такие письма любви, очень человеческие. Такого тепла, которое она чувствовала в этих письмах, наверное, Тамаре Владиславне очень сильно не хватало на тот момент. И она принимает решение уехать из Ленинграда во Фрунзе. Почему? Потому что в одном из писем он делает ей предложение. И она едет уже не просто, а она едет уже как бы за своим будущим ссыльным мужем. Она уезжает туда, чтобы начать какую-то новую действительно жизнь. Она сначала, он уже к тому моменту работал в городской поликлинике, потому что у него уже было медицинское образование. Она сначала устраивается работать художницей в театр. А в 1942 году она поступает на первый курс в медицинский институт. В общем-то, естественно, по настоянию уже теперь своего мужа, который обещает, что он обязательно ей поможет и подготовится к экзаменам, потому что он уже медик. Но, к сожалению, 30 января 1943 года они оба арестовываются. А уже 4 мая оба они осуждены. Она на 7 лет исправительных лагерей, он на 10 лет. Как выяснилось, во время следствия он давал против неё показания. Естественно, мы все прекрасно понимаем, как получались эти показания, как составлялись эти бумаги, через какой ужас проходили люди, оказавшиеся в тюрьме. Но Тамара Владиславовна, она, наверное, не могла этого простить. Сначала очень сильно, потому что это просто-напросто была клевета, и она понимала, что он клевещет на человека, хотя он сам ей всегда говорил, что я защищу тебя вообще от любого человека. Что бы ни случилось вообще, ты будешь всегда под моей защитой. И здесь, ведь это был первый человек, которому она вообще доверилась в своей жизни, и она рассчитывала, что это будет на всю жизнь. Но вот так случилось, что судьба развела их, во-первых, в разные этапы, в разные лагеря. Они уже больше не встречались. Хотя письма она ещё будет от него получать, письма, в которых он будет извиняться за свои поступки. И простит ли она его? Да, безусловно, со временем, в общем-то, она его простит. Будет ли она поддерживать эти отношения и дальше? Нет, отношения поддерживать она уже не будет. Как я уже сказала, наша выставка – это выставка «Воспоминания». Вот сейчас было одно воспоминание про юность и начальную эпоху взросления. Следующее воспоминание, которое всегда обередило душу Тамары Владиславовны Питкевича, это, конечно же, её сын. Сына она родила в лагере. Как я уже говорила, сына она родила от того самого врача Захарова Флориана Яковлевича, который спас её в Урдоме. Она была очень молодая, он был гораздо старше, чем она. И говорить о том, что это была какая-то юношеская страсть и любовь, нет, наверное, не надо так говорить. Но это было очень тёплое чувство с её стороны, потому что она очень много пережила, она очень много страдала, когда была в Светике. И он оказался первым человеком за очень долгое время, который, в общем-то, смог согреть её своим теплом. Она поняла, что человеку можно доверять. Она поняла, что есть ещё люди, которые готовы за тебя вступиться, которые готовы что-то сделать для тебя. И так случился между ними роман. Конечно, у неё не было вопросов. Когда она узнала, что она беременна, она, безусловно, решила оставлять ребёнка, потому что ребёнок – это было что-то такое светлое, тёплое. То, ради чего вообще стоило жить, выживать в тех условиях жутких. И то, ради чего стоило с этими жуткими условиями справляться. Но в 1947 году, сын родился в 45-м, а в 47-м вышло постановление, в котором говорилось о том, что детей старше года из лагерей следует передавать в детприёмники. И это, конечно, было ужас, потому что про детприёмники, конечно же, Тамара Владиславовна слышала, и слышала о том, что детьми там никто не занимается, что они там болеют, выглядят ужасно, в общем-то. И это то место, где ребёнок её не должен был оказаться. Она начала думать, какие можно вообще выбрать варианты, чтобы спасти сына от детприёмника. И, в общем-то, его отец. Отец был вольно-наёмным, то есть он не работал в больнице, не потому что он был заключённым, а он был вольно-наёмным врачом. И он предложил ей забрать ребёнка себе с тем условием, что как только она выйдет на свободу, он, безусловно, передаст ей сына обратно, там были заверения о том, что если ты захочешь, то мы вообще будем жить вместе, как семья, и вместе будем воспитывать нашего сына. Она прекрасно понимала, что, конечно, живя с отцом, сын, звали сына Ольдик, Альгерд, не будет ни в чём нуждаться, он будет жить в любви, в ласке, в заботе. Но вот что-то было у неё какое-то внутреннее, наверное, что-то подсказывало материнское сердце, что, в общем-то, может закончиться вся эта история не очень хорошо, и так и вышло. Дело в том, что Флориан не собирался отдавать ей сына, когда она выйдет из лагеря. И после того, как Тамара Владиславовна из лагеря вышла, многие-многие годы она вообще была вынуждена разыскивать и Флориана, и своего ребёнка, поскольку, в общем-то, он ездил по всему Союзу, лишь бы только не вступать с ней ни в какие контакты, лишь бы только не отдавать ребёнка. Там были и суды, и когда, в общем-то, она их нашла, были суды. Но жуть, даже ужас, да, не в том. Она нашла ребёнок жив, ребёнок здоров, ходил в прекрасные школы, получил прекрасное образование. Ужас в том, что в процессе воспитания отец ребёнка совершил ужасную ошибку. Он ничего вообще не говорил о маме. Выдавалась за маму совершенно другая женщина. И, конечно, для уже подросшего мальчика, которому было, скажем, 7-8 лет, знание того, что вот эта тётенька, его мама, и эта тётенька, которая там сидела в лагере, непонятно за какое преступление, для мальчика это было шоком. И мальчик так и не воспринял эту женщину как свою, в общем-то, родную маму. И не воспримет её никогда, несмотря на то, что уже когда Альгерт вырос, с Тамарой Владиславной они виделись. Более того, у Тамары Владиславной сложились прекрасные отношения с её внуками. В общем-то, это были те отношения, о которых она всегда мечтала, настоящая бабушка, настоящие внуки. А вот с сыном так и не было вот этих тёплых отношений, как между сыном и матерью. И это, конечно, очень болезненно чувствуется и в книгах, и в воспоминаниях, и в их переписке, и в каких-то открытках, которые она от него получала, она ему писала. Ведь там ужас был в том, что он очень редко называл её мамой, даже уже будучи взрослым человеком. И большая часть открыток и писем он обращается к ней по имени-отчеству. Тамара Владиславна. И проскакивает буквально вот несколько всего, где он поздравляет её с каким-то праздником и называет её именно мамой. Так что вот это вот такое, это очень трагическое воспоминание. Хотя не все такие воспоминания у Тамары Владиславной. Следующее воспоминание, которое тоже окрашено ноткой трагизма, но оно принесло очень много положительных эмоций Тамаре Владиславной. Это любовь, которая с ней случилась в лагере. Опять же, я уже говорила об этом человеке. Это Николай Данилович Теслик. Они познакомились в театрально-эстрадном коллективе, вместе выступали. От этого... Это даже нельзя, наверное, назвать романом. От этой любви осталась колоссальная переписка, переписка, которая поступила к нам в музей. И мы счастливы, что именно нашему музею достались эти письма, эти открытки, эти какие-то записочки, которые они передавали друг другу. Ну и, как я уже сказала, трагедия в том, что, к сожалению, он не дожил. Они были слишком мало знакомы. Она вышла из лагеря раньше, чем он. Она вышла в январе 1950 года. И в марте у него открылась царкома лимфоузлов. И в июне 1950 года он уже умер. Тамаре Владиславне разрешили вывести тело любимого человека и похоронить за пределами лагеря. И здесь из уникальных экспонатов есть как раз-таки разрешение Тамаре Владиславне на вход в зону лагеря с тем, чтобы забрать тело любимого человека. Из интересных документов это, конечно же, сами письма Тамары Владиславной и Николая Даниловича, а также письма матери к Тамаре. Дело в том, что Тамара, когда вышла, первое, что она сделала, это разыскала мать Николая. Ни Николай, ни Тамара не знали нигде она теперь живёт. Мать, соответственно, ничего не знала о своём сыне. Она считала его погибшим на фронте. И, в общем-то, Тамаре удалось разыскать маму Теслика. И между ними тоже сложилась такая дружественная переписка. И часть писем сохранилась, и часть была передана в наш музей. И вот вы можете видеть, что, например, два письма, они написаны разным почерком. Но оба письма от мамы. Дело в том, что мама была женщиной совершенно безграмотной, и она надиктовывала письма своим подругам или тем людям, с которыми она в тот момент рядом находилась. И они записывали под диктовку то, что потом она отсылала Тамаре Владиславне. Помимо Николая Даниловича Теслика, конечно, в театрально-эстрадном коллективе была целая плеяда людей, с которыми Тамара Владиславна подружилась, и с которыми она тесно общалась. И дружбы этой переписки продолжались уже после того, как Тамара Владиславна вышла из лагеря. Самый главный, самый важный человек, которого она встретила в лагере, это режиссёр Александр Осипович Гавронский. Это человек, как сама говорила Тамара Владиславна, человек, который, в общем-то, её сотворил. Человек, на которого она равнялась, к мнению которого она прислушивалась. Человек, который был очень важен, очень значим. И письма этого человека согревали. Они всё время использовали переписку, даже когда находились в лагере, даже, в общем-то, на территории одной зоны. Они всё равно по вечерам, когда заканчивались беседы и каждый должен был уходить в свой барак. Они брали листы бумаги и продолжали вот это вот общение, к которому они нуждались, этот разговор, они продолжали в письмах. И вот эти письма были важны для Тамары Владиславной. И когда она была в лагере, и когда она уже вышла, эти эпистолярные отношения, они продолжались и не только с Александром Осиповичем Гавронским, но и со многими другими. Ещё важный человек в жизни Тамары Владиславной это, конечно же, Тамара Георгиевна Цулукидзе, грузинская актриса, режиссёр, литературовед. Она была женой Сандро Ахметелли, которого в своё время арестовали и расстреляли. В общем-то, по этой самой причине она оказалась в лагере. Она была тем человеком, который организовал в лагере кукольный театр. Это вообще такое вот было уникальное действие само по себе вот этот кукольный театр, и в нём работали многие удивительные люди. Это и Алексей Ленкевич, это и Хава Волович. Ещё у Тамары Цулукидзе тоже, конечно же, у них у всех страшные судьбы. Само вообще слово «гулаг» это уже страшное слово, и оно не может быть сопряжено с какой-то там удивительной судьбой. Но они были близки с Тамарой Владиславной ещё и потому, что она тоже потеряла сына, потеряла его совсем по-другому. Но вот эта вот боль потери их тоже связывала. Хотя здесь потеря совершенно другая. Мальчик, Сандик, её сын, он остался на воспитании у родственников Тамары. И это ребёнок, который наоборот всю жизнь воспитывался с огромным пиететом к матери. Он ждал, когда мама освободится. Он знал, что мама сидит в тюрьме, но что её взяли совершенно без причины. Он ждал этого освобождения. И вот когда Тамара освободилась, он должен был после школьных экзаменов уже переезжать к ней, потому что она не могла вернуться в большой город. Она должна была жить на 101-м километре от этого города. В общем, заканчивая школу, уже были взяты у мальчика билеты. И случилась жуткая трагедия. Он попал под трамвай и погиб. И вот этот ужас невстречи тоже, конечно же, очень надломил и надорвал душу этой женщине. Такая же страшная история и у Хавы Валовича. Она тоже потеряла своего ребёнка. Она потеряла ребёнка ещё находясь в лагере. Девочка её прожила всего год и четыре месяца. Судьба тоже не сложилась. Вообще, честно сказать, вообще, когда читаешь об этих людях, когда читаешь их воспоминания, жутко становится от того, насколько перемолотые оказались эти судьбы, насколько неустроенные оказались эти люди, даже когда лагери зоны для них закончились, они всё равно оказались, выйдя на свободу, они остались уже в какой-то зоне свободы, потому что они не могли свободно общаться и не могли рассказывать о своей боли кому-то постороннему. Очень сложно было впустить новых людей внутрь себя. И ещё и по этой причине сохранялась между ними тесная связь, вот эта связь переписки, потому что только с близким вот таким человеком, который прошёл лагерь, только с ним можно было поделиться чем-то, вот этим новым мироощущением после того, как они вышли из лагеря. И что, надо сказать, почти у всех вот это новое мироощущение было очень и очень схожим. Они чувствовали себя совершенно лишними, незащищёнными на воле людьми. Наверное, немного другая история у следующего друга Тамары Владиславовны Питкевича, это Борис Старчиков, Бориса Александровича Старчикова мы все прекрасно знаем, это отличный советский график, театральный художник, карикатурист, член Союза художников. Мы его знаем наверняка по журналу «Крокодил», иллюстратором которого он был. Так вот этот человек, чья судьба после лагеря, она сложилась достаточно хорошо, достаточно удачно. Он был признанным художником, он был вообще признанным человеком. И это тот один из немногих случаев, поскольку с остальными, если говорить о Хелле Фришер, которая тоже не смогла полностью себя реализовать по выходе, и она вообще была такая всегда болезненная женщина. А если говорить, например, про немецкую художницу русского происхождения, Марго Вент, то здесь тоже судьба сыграла достаточно злую шутку. Еще будучи молодой, в 1926 году она получила советскую стипендию и поехала в Берлин учиться. Там она познакомилась с немцем, вышла за него замуж и решила не возвращаться уже в Советский Союз. Во время войны она работала в городской больнице, но в 1946 году так случилось, что она была репатриирована по статье 58, часть 1 и приговорена к 10 годам. У нее на родине осталось четверо детей. На родине, я имею в виду, на второй родине, в Германии осталось четверо детей. Она отсидела свой срок ровно день в день, 10 лет. Через 10 лет, когда она приехала, к сожалению, дети вообще за эти 10 лет ничего не знали, вообще не представляли, где она находится. Естественно, писать она ничего им не могла. В общем-то, они не знали местонахождения, поэтому не имели возможности что-либо написать. И, в общем, когда она вернулась, причем, что удивительно, она уехала из России, как только у нее появилась возможность уехать из Советского Союза, она не сообщила ни одному своему другу адреса, куда она уезжает. То есть она оказалась человеком, который хотел отрезать этот кусок, который полностью сломал ее жизнь. А когда она приехала в Германию, по большому счету, дети-то уже все выросли, за эти 10 лет уже все они сформировались во взрослых людей со своим мнением. Она была такой достаточно властной мамой в свое время. И спустя 10 лет она поняла, что, в общем-то, и советы уже ее не нужны, и, в общем-то, дети за эти 10 лет научились обходиться без нее. Поэтому посвятила она себя целиком и полностью творчеству. и самое главное, как в воспоминаниях писала ее дочь, а именно дочь прочитала книгу Тамары Владиславной Питкевич, когда книга была переведена уже на немецкий язык, и она увидела там историю, да, про свою маму, увидела, в общем, имя своей матери, вступила в переписку с Тамарой Владиславной Питкевич, и тем самым, в общем-то, выяснила действительно, что мама сидела в советском лагере. Сама Маргарита никогда никому о том, что происходило за эти 10 лет, и что она здесь выжила, пережила, она никогда никому не рассказывала. Для нее это была напрочь закрытая тема, и в эту тему она никого не пускала. А в следующей витрине представлены у нас вещи Тамары Владиславной Питкевич, то, чем она, так скажем, то, чем она пользовалась фактически ежедневно, то, что окружала ее в быту, заколки, четкие часики, бусы, шарфик, шарфик, кстати говоря, это подарок еще от одного друга лагерного, художника китайского самоучки Тю Цзинь Шаня. Они были в прекрасных отношениях всегда. Шань был таким человеком, весельчаком. Он был весельчаком и пока находился в лагере, таким и остался, в общем-то, когда уехал обратно на родину. Постоянно поздравлял Тамару Владиславну со всевозможными праздниками, писал ей какие-то удивительные письма, писал даже какие-то обрывочные воспоминания, потому что Тамара Владиславна, когда сама начала работать над книгой воспоминаний, в общем-то, она сподвигала и всех остальных тоже писать обязательно свои воспоминания, чтобы, в общем-то, у последующих поколений было представление о том, что было на самом деле. Вообще, ну, как пишет Тамара Владиславна в книге, она очень-очень давно дала себе зарок, что когда-нибудь всю вот эту вот жуткую историю, которую она прожила в лагерях, да, вот все эти этапы, она обязательно расскажет кому-нибудь. Возможно, это будет один человек, возможно, это будет несколько людей, кто захочет слушать, а возможно, это будут все-все-все люди, которым она расскажет. Я не знаю, как насчет все-все-все, но рассказала она очень-очень и очень многим людям. После выхода из лагеря Тамара Владиславна не могла поехать и вернуться в Ленинград, она вынуждена была жить в периферийных городах, и, конечно же, то, что она в театральном и эстрадном коллективе занялась актерской деятельностью, это наложило большой отпечаток и даже, наверное, сыграло роль в ее судьбе. Сначала она играла в Шадринском театре, потом в Чебоксарском, потом в Кишиневском театре. Почему я говорю, что сыграла роль в судьбе? Да потому что, именно играя в этих театрах, она встретила своего мужа Владимира Александровича Галицкого, с которым они прожили счастливо в общем-то до конца своих дней. Он театральный режиссер, и это был тот самый человек, с которым было полное взаимопонимание и, если так можно сказать, сближение душ. Потому что сближение душ ей было очень нужно. Именно по той причине, что долгие годы не находился такой человек, который бы понимал ее. Он оказался тем самым жизнерадостным, человек с большим чувством юмора, человек с огромным творческим потенциалом, который прекрасно реализовался в жизни и который помогал Тамаре реализовывать ее творческий потенциал. Когда с нее была снята с судимости, она была реабилитирована, открылась возможность поехать в Ленинград. И она с мужем, конечно же, туда поехала. И, наконец-то, появилась возможность получить образование. Хотя Тамара Владиславовна очень боялась, потому что она была уже очень взрослой и садиться за учебники и за столы с детьми, которые только-только закончили школу, это ее страшила мысль. Но она пересилила свой страх и закончила лгитмик по специальности театровед. В общем-то, что и сказалось на ее дальнейшей деятельности. Она всегда была очень близка к театру, всегда была очень близка к актерам, обожала самодеятельные театры, потому что считала, что именно там можно найти тех людей, которым обязательно нужно помочь и которые обязательно могут стать талантливыми режиссерами, талантливыми актерами. В общем, как могла им помогала, и они считали ее своей театральной мамой. Они чувствовали, что она тот человек, который может что-то посоветовать, который может заступиться и который, конечно же, если будет критиковать, то эта критика, она будет совершенно четкой, понятной и действительно правдивой. Свою книгу воспоминаний Тамара Владиславовна начала писать в начале 1960-х годов. И начало это не было как началом книги. Начало было как запись своих мыслей. Она уже прошла достаточно большое количество времени после пережитых событий. Уже, как говорит сама Тамара Владиславовна, в голове уже все устаканилось и появилась потребность выплеснуть это на бумагу. О том, что получится такая книга, она уже, в общем-то, наверное, поняла только впоследствии. У нас представлена ее машинопись этой книги с правкой Тамары Владиславовны Питкевич. Хотя в архиве Тамары Владиславовны Питкевич огромное количество и рукописных вариантов книги, и машинописных вариантов книги. Книга вышла в 1993 году. И вот у нас лежит здесь первое издание этой книги. И очень смешной, такой экспонат, но очень трогательный. Это сувенирные валеночки. Книга называется «Жизнь сапожок непарной». Когда она вышла в свет, когда люди ее прочитали, и когда начался такой ответ на книгу, такой посыл уже к Тамаре Владиславовне Питкевич, люди писали ей огромное количество писем, присылали разные подарки. Но вот самым таким любимым подарком были сувенирные туфельки, башмачки, тапочки, валеночки. И вот один из таких сувениров, который прислал читатель, у нас на выставке представлены. Книга была переведена на многие языки. В первую очередь, это, конечно, польский, английский, немецкий, французский и так далее. Как говорила сама Тамара Владиславовна Питкевич, ее жизнь была разделена на два этапа. До книги и после книги. Она получила после издания книги такой отклик от людей, столько любви и столько тепла. И как она сама говорила, я поняла всех-всех людей, и я всех-всех людей полюбила. Ну, конечно же, мы понимаем с вами, что не всех и поняла, и полюбила, но здесь имеется в виду, что она в этих письмах прочла тысячи историй жизни и очень большое количество историй жизни совпали с ее историей. То есть получилось так, что она поняла, что они не были одиноки. Вот эта вот группа людей, о которых я рассказала сегодня, каждый из них думал, что вот он переживает свою внутреннюю трагедию, и об этом больше никто не знает и никогда не узнает. А здесь, из этих писем, которые присылались регулярно, Тамара Владиславовна поняла, что нет, вот такая жизнь была у многих, и души очень многих людей распахнулись для нее именно в этих письмах. Сегодня такая небольшая экскурсия была, это совсем вот, так скажем, маленькая наметка и о жизни Тамары Владиславовны, и о ее судьбе, и о судьбе тех людей, которые ее окружали, и с которыми она была близко знакома, с которыми она дружила. Это совсем чуть-чуть, капля. Поэтому я вас призываю, для того, чтобы раскрыть историю этого человека, читайте книгу, приходите в музей, смотрите выставку и читайте книгу. Продолжение следует...